здравствуйте дорогие друзья всем доброго времени суток друзья сегодня напишем вот такой вот осенний пейзаж пейзаж будет с храмом либо церковь я не знаю силуэт или либо где это находится честно говоря я не знаю разберем как показать вот эту саму погоду после дождя вот чтобы показать прям вот эту грязь вязкую такой вот пейзаж будет где да на дороге лужа разберем как нарисовать лужу отражение самое важное разберем как показать вот этот блеск грязи то есть когда все мокрое не асфальта грунтовая дорога где вот много грязи разберем как показать вот это вот саму грязь видео разделил на две части в этой первой части мы разберем как это делать кистью вторая будет часть разберем как это делать мастихином и допишем малейшие нюансики всем приятного просмотра друзья давайте приступим кстати холст 40 на 50 краски это индиго это ультрамарин это умбра натуральная ленинградская я не знаю такой краской еще не пользовался можно просто умбра либо жённая умбра жённая жённая умбра допустим это английская красная тоже краску недавно купил сейчас посмотрим это что-то среднее между красным и тепло коричневым что-то вот такое это краплак красный краплак красный но он розовый то есть как вам и можно краплак розовый если есть но у меня это не реклама просто марка красок такая ничего не рекламирую мне за это деньги никто не дает если у кого-то будет желание что-то рекламировать пишите в телеграм возможно кому-то надо какая-то рекламка это зеленая травяная можно еще вспомогательную взять допустим изумрудную мы обойдемся одной чтобы меньше вас путать с минимальным количеством то есть более скупая палитра здесь не столько много оттенков желтый темный и желтый светлый но естественно титановые белева друзья я карандашиком набросал и вам сейчас примерно объясню с чего я начинал друзья на референсе посмотрите примерно в угол уходит так дорожка вот здесь примерно треть сделал начал ввести дерево здесь когда уже поставил примерно вот это дерево чуть чуть выше закончится вверх дорожки это же наискосочек примерно до половинки здесь давайте я вам даже могу в сантиметрах сказать 15 16 сантиметров он слегка сдвинуть сюда здесь наверно до начала будет 17 18 18 то есть здесь 15 здесь 18 с этой стороны и так 8 сантиметров именно до купола можете кубиками поделить взять эту картинку есть такая специальная может у кого-то в телефоне такой есть нет если нет такого в телефоне можете скачать чтобы разделить по клеточкам прям на телефоне либо на компьютере то есть вот так будет клеточками вам проще будет тут самое главное правильно поставить храм все остальное здесь особого рисунка на самом деле нету возьму вот такую кисть тоже кстати новая сейчас проверим что это это щетинка он такая в меру жесткая жесткая но в меру овальная как вы видите 18 хана какая-то я не знаю почему хана но тут сочиняй написано в общем будем сочинять так что хана разбавитель номер 4 на пене не буду делать первый слой белилок нужно было побольше ну да ладно давайте начнем с неба у нас единственное что можно сделать и наверно сейчас возьму кисть помельче сделаем где у нас будет чистое небо любую кисть возьмем чтобы определиться где у нас будет чистое небо вы поняли нигде облачка просто не макнул в разбавитель делаю пореже не слишком но так чтобы не слишком густое она не слишком редко примерно такой оттенок капельку розовое возьму здесь небольшое пятнышко и возле церкви то есть примерно повторяем форм здесь толком не видно давайте сделаем можно сделать больше открытого неба можно сделать меньше открытого неба мы не собираемся делать копии мы просто стараемся создать вот такой вот красивый пасмурный день нарисуем чтобы вот прямо ощущалось что это пасмурно небо да мы сделаем вот такое яркое все остальное у нас будет таких глухих тонах по моему слегка надо светлее сделать просто белилки взял и сюда подмешиваем то есть ничего сложно просто белилки и подмешали краску на холсте так проще увидели что что-то не так вот так взяли поставил видео в 4к камера оказывается снимает только по 8 минут и не знаю как это изменить в общем что мы делали беру белилки розовую английскую красную и индиго вот сюда видите более такой нужно слегка светлее и вот так закрасил пока вот таким более темным здесь больше с белилками конечно здесь вот такое пока более темно она вроде бы и теплый оттенок неба на более темное если нужно не будет сделать слегка светлее я просто возьму вот так просто белилок сюда добавлю подмешаю сделаю светлее пройду вот так здесь те же оттенки но больше белилок и все вот так проходим аккуратно обходим где наши купола чтобы нам не делать одну работу дважды раз уже вырисовали значит стараемся не трогать сразу не спешите слишком ярко делать лучше сделать вот такое более приглушенная мы потом успеем сделать ярче сразу в первый слой вот так быстро закрасим давайте чтобы сразу не перебелить что пусть останется в более таких глухих оттенков закрасить полностью холст чтобы нам было проще понять насколько нам ярче хочется все это сделать я сразу сделаю вот такие видите более приглашенные давайте сделаем купола делал более жидким слоем делаю все напенение пенен быстро выветрится я сейчас пока пройду полностью картину вернусь наверх и пойду второй слой здесь уже краска станет пенен выветрится и можно будет более плотный слой делать давайте сделаем купола ультрамарин капельку белилок ультрамарин индиго капельку белилок синеватый заодно мы сейчас примерно выведем купола и что нам не понравится мы подкорректируем второй слой когда будем делать мы небом подкорректируем взял кисть чуть чуть поменьше тоже овальную вот так закрасить все потом будем дорабатывать сейчас слегка выведу вот это окошко у нас будет вот это можно взять сюда же капельку возьму зеленый добавлю капельку капельку такой слегка как бы зеленоватый оттенок совсем совсем чуть-чуть все равно больше в сторону индиго и вот это больше возьму прям индиго капельку белилок и ультрамарин возьму такую ровную щетинку кисть давайте сделаем сразу возьму белилки вот эту английскую красную желтую и умбра капельку индига чтобы слегка приглушить этот цвет слишком темный по моему капельку белилок добавлю вот таким закрасить пока вот таким закрасим на вот это желто где вот это желтое можно взять сюда же больше то есть этот же оттенок слегка больше вот так подмешаю карми желтый светлый и сделать вот это где у нас под самим куполом такое золотистое вот здесь вот это слегка темнее больше индиго сюда же но больше умбры и индиго то есть вот такой нет слишком темная капельку больше умбры и капельку больше индиго слегка темнее местами можно сразу взять больше желтой и белилок в этот же замес но больше желтой белилок где у нас более светлые участки слегка выделить вот здесь можно кадмикрасный кстати я добавил кадмикрасный вот здесь кадмикрасный чуть-чуть добавил туда так местами сделать поярче пока можно оставить здесь такой грязноватый возьмем умбру капельку индиго капельку розовая белилки он такое просто сетя но это все равно еще небом будем здесь его так просто намечу что вот здесь вот такая неразбериха еще будет у нас то есть примерно условно какое-то как бы дерево для вот такой работы удобно когда щетинка можно и не только щетинка щетинка слегка более удобно ней закрасим вот эти все давайте возьмем умбру сюда же добавлю умбру возьму розовый умбра индиго можно капельку синий тоже пока жиденько можно английскую красную вот таким закраски надо просто можно так прям больше индиго брать и вот так быстро закрасить наметите я слишком много на небо выходить пока не буду и вот такие основные пятнышки покажу я это потом и небом подкорректирую сейчас вот так закрашу вот это все пройду вот так единственное что вот здесь видите там более розовый больше розовый туда добавлю и английской красной все те же оттенки на больше вот такой розоватый даже слишком больше индиго в общем вот так примерно смотрим и закрашиваем по наше здание и вот здесь к низу больше индиго сюда же просто вот так больше индиго вот это полностью сейчас быстро вот так пройду вот эту область есть тоже больше индиго к низу и пока вот так просто видите все жиденько неплотным слоем все вот так примерно расставляем все по своим местам пойдем дальше дерево выведут таким же образом же индиго вот это красного то вот так быстро видите слой небольшой в общем вот так проходим вот таким же вот здесь выходим где зеленая естественно берем зеленую травяную к одни желтый темный вот здесь такая зелень нужно даже взять слегка ультрамарина туда более такая даже и индиго чуть-чуть индиго белилками контролируем чтобы не слишком темновато она была вот что-то вот такое где тень у нас снова вот такое как вот это мы ставили вот так быстро все закрасить вот здесь больше прямо вот так вот это все расставлю возьму вот так кармия желтого светлого побольше вот здесь зеленая кармия желтый ультрамарина и умбру возьму вот такой темный зеленоватый больше синевы буду добавлять можно здесь изумрудной чуть-чуть мы будем без изумрудной я буду синевой делать более холодный цвет вот так сейчас вот эту область всю закрасим где больше темноты умбра индиго все вот такими пятнами просто по тону примерно распределяем здесь потом нужно вот эти все мелочи которые там есть там не столько много этих деталей на пока вот так расставим вот здесь вот эта травка тоже вот такая больше желтый желтый с вот этим коричневым как мы делали здание просто зеленый индиго добавить белилками снова таки контролируем чтобы она вот такое было более глухие такие оттенки у нас ярко будет здесь в основном только небо и лужи небо самое яркое вот так у нас идет дорожка и вот это тоже вот так неровно дорога будет листва кадми желтый с вот этим коричневым английской красный пока можно вот так капельку тоже индиго просто закрасить видите я особо не стараюсь там что-то вывести пока я даже не мою кисть ничего не делаю мы пока подготавливаем просто пятнышками здесь можно даже больше закрасить дорогой нежели вот этим вот здесь тоже можно таким больше умбры добавить более темноватая где у нас вот здесь будет листва дорогу давайте еще разберем возьму индиго сейчас быстро закрасить индиго английскую красную возьму синий белилки капельку совсем больше белилок где темная больше индиго здесь слегка больше с белилками можно пройти основным вот таким здесь к этому краю более разбеленная если получается мало разбила прям на холсте добавляю белилки и выбеливаю сейчас более вот таким темным то есть индиго английская красная белилки она просто красному и быстро закрасить вот такую луже мы обойдем и пока вот так закрасить эти с быстро вот такими оттенками си это закрашу пойдем дальше примерные оттенки вы поняли его так закрашиваем видим здесь больше темная прям вот так взяли больше темного больше умбры вот так просто балуемся оттенками и закрашиваем есть больше желтоватый возьму желтый с красноватым с английской красный есть темная к низу снова индиго розовая красная быстро быстро закрашу просто буду слегка вот такие оттенки менять просто поиграться оттенками и сейчас первый слой нанесем вот этот второй слой нужно будет сделать прям более плотными сейчас давайте вот это все быстро закрашу и пойдем дальше вот здесь где деревья это можно было потом сделать давайте сделаем сейчас английская красная индиго капельку желтый видите как я листву ставлю я просто вот так это нужно щетинка я просто вот так к низу растягиваю от самой щетинки остаются такие когда она протягивается к низу остается ты много полосочек и она создает такой эффект как будто бы и веточки и листочки сразу к низу больше сюда добавлю умбры ленинградской и вот такое коричневая коричневато темного здесь проставим а стволы уже доработаем сейчас вот так просто сделаем просвета оставляем возле этого и вот так видите я просто растягиваю как бы создается вид на такой просто похоже что там у нас веточки листва мы это сейчас еще не был чуть-чуть они вам это все перебью пока вот здесь все вот это все до закрашу к этой стороне больше индиго если мы тут с разбилом делали здесь больше индиго тоже английская красная возьму индиго больше индиго чтобы она более темная была капельку белилок можно синевые чуть-чуть добавить индиго и так сама по себе синяя и вот так быстро закрасить единственное что вот здесь обратите внимание я делаю это вот так здорово у нас вот так лежит здесь буду делать вот так когда будем делать второй слой мы еще разберем потому что будем делать более плотный мазок это очень важно ну и на данном этапе все равно можно делать вот так сюда добавил индиго то есть прям сюда взял индиго вот с вот этим красного индиго чуть-чуть синевые умбра вот сюда добавил под низ куполов и вот сюда пока мы оставим вот это можно тоже индиго умбра более темное сделать к низу капельку разбилить можно только капельку чтобы как быть слегка так туман подвинуть чуть-чуть отодвинуть на задний план то мы еще не поговорили здесь можно не видим такое индиго умбра тоже темненько сразу можно чуть-чуть контраста добавить чуть-чуть где видим что нам нужно темная можно эти пятнышки сразу расставить вот здесь вижу то есть примерно подготавливаем прописки это мы расставляем более пятнами ну как бы многое мы расставили не менее вот это больше этой же кистью видите ничего не менял ничего не делал вот так просто чуть-чуть сделаю не знаю что это похоже как бы на снежок но я не думаю что может и снежок такая поздняя поздняя наверно осень тебя слегка нужно теплоты добавить английскую красную добавил и сейчас вот так выведу пусть пока так будет вот здесь светлое пятнышко и вот это разбеленная можно даже еще теперь смотрим где у нас тоже с вот эти той английской красной индиго английская красная ультрамарин белилки и вот так уходим туда вот так туман завели вот так чтобы у нас вот так дорога уходила туда можно капельку розовой но у меня вместо розовой я использую английскую красную не знаю как она себя поведет сейчас посмотрим ну по-моему смотрится неплохо интересный получается оттенок где у нас есть вот такое слегка светлее вот так чуточку разбеливаем чтобы она была проще доработать то есть показываем небольшой блеск на дороге что это как бы после дождя такая у нас года но сначала слишком стараемся не разбеливать не спешим чтобы это не сыграло с нами злую шутку потом нужно возвращать темное а зачем нам это делать если нам наоборот нужно от темного идти к светлому но это не критично я не спорю можно вернуть все можно переделать вернуть темное просто зачем если у нас сразу есть темненькая постараться максимально не перебили чуть-чуть показываем видите главное направление все равно держим вот это направление всегда дорога у нас вот так идет значит вот так делаем я нужно чуть-чуть темное можно сразу докидать темненькая если нужно такое пока можно вот так оставить теперь вот эту нашу лужу любую другую кисть берем небольшую нам не нужно здесь большая кисть найти такую любую ровная кисть взял белилки берем капельку желтого английскую красную слишком много захватил ничего и желтый вот эту сторону можно вот такая посветлее она будет она тоже слегка темнее сразу она все равно будет слегка мазаться на веточки пока не смотрим вот это здесь светлая вот так пока закрасить стараемся вывести форму светлая кинули теперь больше английской желтой больше тоже слегка вот такого даже можно капельку умбры примерно как мы вот этот оттенок ставили потому что это отражение вот этих деревьев больше умбры слишком такой получается розоватый ничего выводим дальше идет более темная теперь берем больше умбры умбра английская красная капельку индиго такие еще тепловатым продолжаем видите это хорошо хорошо вот так растушевываю уходя сюда возьму добавлю сюда же зеленую возьму индиго умбру английскую красную и зеленую вот такой нас темный получится цвет выводим форму а это вот этим обходим вот этим довыводим нашу форму лужи здесь более светлая слишком так она прям зашла чуть-чуть сюда примерно вот такая форма лужи будет ну это уже не столь важно на самом деле все равно стараемся вывести форму более живописно смотрелось хорошо растушевываем можно взять веерную кисть именно вот это сделать вот так гладко саму лужу нам здесь фактурка не нужна мне наоборот нужно чтобы там и так все более плавненько плавненько было здесь слегка темнее тоже мелочи это я уже иду в детали вообще можно пока дать даже капельку капельку подсохнуть пойти отдохнуть попить чайчик пусть краска чуть-чуть станет да вот это я еще не все да набросал вот это мы желтая английская на такие пятнышки листочки пока не стараемся вырисовать просто листочков захотим сделаем больше нет нужно делать меньше цвета зависит от нас вот здесь вижу сразу возьму больше индия аумбра синяя английская красная капельку до уточнить более темная ведь она выйдет вот сюда темненькая вот это капельку капельку подсохнет пойдем дальше вот здесь можно тоже на этот сейчас будем дорабатывать а так будем дорабатывать более плотненьким из очки вот такие непонятные непонятные ветви как бы похоже что там какое-то растение растет так примерно сейчас будем дорабатывать пусть чуть-чуть станет краска вот спирит выветрится краска более-менее станет им будем продолжать более плотный слой делать он друзья обратите внимание когда мы делали небо казалось очень темная когда мы добросали и теперь видим что вот это нужно ярче естественно вот это здесь то есть основное на самая яркая вот эта область вот здесь и вот эта область теперь небо кажется ярким а сразу когда был белый холст по сравнению с белым холстом она смотрелась более темная особенно вот эта область на самом деле этот тон подходит да он тепло красноватый даже чуть с коричневым потому что английскую красную добавляли он слегка как бы чуть-чуть коричневатого там есть обычной салфеточкой обычной салфеточкой можно даже все не убирать просто вот так чуть-чуть можно даже не убирать ну желательно конечно брать было ладно я вот здесь буду замес делать а здесь вот эти которые темные можно здесь делать мне сейчас нужно сделать вот этот чуть-чуть подкорректировать сделать слой более плотный теперь возьму у меня готовый тройничок вот такой пинен я использовал почти полностью теперь буду писать на тройнике снова таки делаем синеватый оттенок но слой буду делать плотнее по цвету по тону мы попали неплохо снова такие розовый но нужно более плотненько слишком светлая розовой нужно совсем совсем капельку корректируем саму форму даже где вот я сейчас возьму вот эту нашу кисть вот такую добавлю белилок будем теперь нужно побольше побольше краски побольше хороший замесик сразу делаем делаю до сметанного состояния такой как майонезик или жиденькая сметанка такая можно английскую красную капельку добавляем капельку желтого можно кадми красный добавлять если нет английской красный в основном белилки но чтобы теплоту передать теплота все равно присутствует вот такое видите по сравнению с вот этим холстом вот белилки это более роза да она светлая но она и вот такие вот прям более плотные мазочки хорошо обходим вот эти наши синеватые вот здесь разбиваем даже вот это не стесняемся те что нам не нравится вот так взяли разбили разбили вот это все пройду вот таким оттенком если что-то мне нужно будет допустим ярче сделать но я знаю что она примерно будет так как нужно потому что слой будет плотнее и за счет вот этой плотности слоя даже не слишком яркая краска казалось бы не слишком ярко за счет плотности слоя она становится слегка ярче потому что весь свет который поступает на картину он идет к нам идет к зрителю поэтому нужно делать вот такой плотненький слой хороший вот это сейчас вот так сделаю закрасим уже небо и пойдем дальше по тону по тональности мы примерно попали просто вот это нужно будет даже если вы вот это все сделаете более темным то есть даже вот таким но нужно сделать более плотный слой вот это то есть вот смотрите снова таки индига слегка синевый умбра английская красная слегка белилки на больше индига конечно но нужно вот такой слой делать чтоб прям оставались мазочки то есть чтобы слой был в пол миллиметра примерно но это я условно в полмиллиметра чтобы оставалась фактура и от где темненькая можно вот таким можно чуть-чуть наверно светлее вот видите она прям вот так нужно плотненько плотненько я вам скину ли референс посмотрите очень хорошо видно фактурку вот здесь естественно здесь ее видно везде но вот здесь дорогу рассмотреть и темненькая буду делать более то есть индига английская красная смотрим где у нас темненькая добавляем темненькая сначала нужно пройти полностью небо потом более плотные мазочки вот так накидывать уже еще вот это делаю не слишком плотно это у нас средний план более дальний как бы от нас вот здесь плотно я вот здесь уже объяснил здесь нужно делать плотненько чтобы самой фактурой показать вот эту массу дороги вот которая дорога что вот она прям лежит тогда вот это наша лужица она будет прям как настоящая вокруг вот этого плотного мазочка здесь будет гладко все то есть это более растушеванная здесь прям такой массивный мазок плотненько прокрашиваем тогда луль тогда вот это лужа будет смотреться более реалистично повторяем те же оттенки вот здесь единственное что слегка с белилками по центру пройти как мы делали низ темный сделаем и верх темный выведем форму когда выведу полностью небо как низ так и вверх более темный да вот здесь допустим если мажется слегка вот этот темненький ничего страшного эти как художники говорят больше грязи больше связи мы не боимся хорошо плотненько закрасим все это где-то здесь мазочек есть прям какая-то птичка получилось пусть будет все это изменится что еще мы видите я толком не разбавляю краску где лишнее видите просто затер слегка убрал яркость я это добавлю просто мне сейчас нужно доработать небо можно сделать и вот это сразу снова таки более плотненько смотрите насколько она сейчас будет ярче я просто теми же оттенками сделаю более плотно видите появилась больше яркость если мне нужно будет я на втором сеансе еще добавлю сейчас единственное что вот больше белилок прям вот с вот этим и вот где центр слегка вот так белилками сделать но это я слишком сделал сразу темненькая индиго в общем повторяем те же оттенки к верху больше с индиго можно чуть-чуть умбры и вырисовываем правильную форму куполов когда мы уже сделали небо можно начать вырисовывать купола кистью желательно если есть кисть единичка кисть лайнер сам крест нам нужно белилки капельку желтого и английской красной возьму вырисовать крест внизу слегка светлее те же оттенки умбра английская красная я использую и потом белилки капельку разбереть где нам нужно вверх слегка светлее светло больше красноватый такой больше английской красной слегка такой тепленький кинуть и еще сейчас мы сразу это разберем допустим вот здесь нам нужно да это нужно делать более плотно но не закрашивая полностью можно даже предыдущий слой слегка ставить умбра капельку индиго но более плотно вот так и вот смотрите за что я вам говорил вот здесь здесь больше индиго нужно умбра индиго темная я самим краешком кисти вот такие небольшие видите если вы просто вот так будете дотроется будет ну не то что должно получаться слегка с протягиванием вот так нет больше похоже на листву некое количество веточек вот так закрасить эти она какая-то не разбериха получается но нам это и нужно вот так все пройдем естественно где больше индиго но мы разбирали все это поэтому я особо здесь останавливаться на этом не буду есть сейчас быстро быстро пройду на более плотный слой сделаю менее плотный чем вот здесь передний план на самый плотный листики вот это за листву мы еще поговорим а вот это хотя бы примерно вот этими оттеночками вот здесь можно слегка светлее даже более плотненько пройдем полностью и еще какие нюансики буду вспоминать мы все за все за все нюансики поговорим и 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Пока, друзья.